Когда происходит страховой случай и клиент обращается к компании, компания имеет право и обязана проверить действительно ли это страховой случай или клиент требует свои деньги необоснованно. Для этого существуют всевозможные дороги, как это проверить при помощи всевозможных служб безопасности и так далее. Если оказывается, что действительно клиент требует или подает требования о выплате необоснованно, тогда, конечно, компания обязана отказаться платить. В страховании жизни существует еще один очень важный элемент, о котором я уже говорил раньше. Когда клиент заполняет анкету здоровья, он должен дать точные, честные и правильные ответы. И если ответы неправильны, тогда у страховой компании есть определенная база отказаться в выплате страховых претензий этого клиента. Время начинает считаться с того момента, когда клиент предоставит все документы, которые компания от него потребует. Значит, это может быть врачебное заключение или всякий похожий на этот документ. Понятно. Значит, клиент должен обратиться к компании с требованием расторгнуть договор. В таком случае компания выплачивает ему определенную сумму, которая называется сумма расторжения. Эта сумма не всегда покрывает все взносы или сумму всех взносов, которые взнес клиент. Потому что у компании есть определенные расходы свои, которые она должна как бы пополнить. Разница между этой суммой, которую получает клиент, это называется сумма разторжения, и между суммой премии, которую заплатил клиент, становится все меньше и меньше, чем ближе приближается время к концу контракта, который был заключен в начале. Компания должна, конечно, иметь лицензию. Чтобы получить лицензию, должен быть определенный уставной капитал, который предусмотрен законом. И если такого уставного капитала компания не может представить, она просто не может заниматься страхованием жизни. И потом есть также страховой надзор, который очень внимательно проверяет все действия компании. Если что-то происходит не по закону, он сразу же действует. Во-первых, он утверждает все программы, которые продает страховая компания. Значит, если наша компания хочет выйти с новым продуктом, он должен быть утвержден страховым надзором. Страховой надзор также проверяет периодически состояние капитала компании, которая занимается страхованием жизни. Если капитал этой компании переходит в какой-то определенный лимит, который установлен законом, страховой надзор может прекратить работу этой компании. Информация доступна. Во-первых, она доступна на сайтах интернета, она доступна в государственных отчетах. Эта информация известна. Поскольку, например, наша компания, она дочерная компания, страховая компания Росна, которая котируется и которая вполне, которая существует, вполне прозначенная документация, которую каждый клиент может проверить. Не, ну почти все эти компании, они являются открытыми акционерными обществами, поэтому эта информация доступна публике. А если информация недоступна каким-нибудь образом, тогда действительно клиент должен подумать, хочет ли он заключать договор с такой компанией.